10 июня Южная Корея предприняла неудачную попытку запустить ракету-носитель NARO-1 с научным спутником. На высоте 70 километров на восьмой минуте после старта ракета взорвалась. Это вторая неудачная попытка Южной Кореи вывести спутник на орбиту. Первый запуск состоялся в августе 2009 года. Накануне пуск ракеты был отменён за три часа до старта, когда в наземной противопожарной системе обнаружили утечку жидкости. «Мы запустили NARO-1 во второй раз. На 137 секунде, когда ракета достигла высоты 70 километров, Центр управления полётом потерял сигнал». Позднее правительство подтвердило, что запуск был неудачным. «Судя по вспышке, зафиксированной камерой, установленной на ракете, похоже, что NARO взорвалась во время возгорания первой ступени». В разработке южнокорейской ракеты участвовали российские учёные. Первая разгонная жидкостная ступень была собрана в Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева. Несмотря на эту неудачу, Южная Корея заявила, что будет продолжать сотрудничество с Россией в ракетно-космической сфере. Провал нанёс серьёзный удар по космической программе Южной Кореи. Страна рассчитывала со временем конкурировать с Китаем, Японией и Индией. Южная Корея планирует построить новую ракету в 2018 году и отправить зонт для наблюдения за Луной в 2025 году.